Сегодня я соберу эту кучу. Не скажу, что это многое, но приготовлю его разными способами, потому что уже читала, что его можно не отваривать, но после отваривания он становится такой скользкий, как будто бы весь в слизи. Сделаю его часть отваривания, а часть без. С этим видео посмотрим, что из этого получится. Может быть все-таки отваривать его не нужно, это было бы очень неплохо. Тогда он сохранил бы свой продукт. Всем привет! Сегодня я готовлю гиграфор поздний. Готовлю двумя способами. Часть грибов я пожарю без отваривания и часть я отварю и потом пожарю. Я знаю, что их можно и не отваривать, после отваривания и становится скользкими, такими тянущимися, вязкими, похожими на желе. Вот я думаю, что та часть, которую я не буду отваривать, будет намного аппетитнее и интереснее. И как бы очень важно, насколько изменится вкус, если грибы не отваривать. Вот они грязненькие. Какой-то период времени они у меня помочатся и будем продолжать. Теперь приступим к непосредственно готовке. Гиграфора позднего. Эту часть я буду жарить без отваривания, эту часть я отварю минут 10 и потом буду жарить. Посмотрим, какая разница между этими грибами при разном способе их приготовления. Играфор проварен. Играфор сверху. Играфор сверху. Играфор проварен. Играфор свежий. Даже есть возможность сравнить эти два грибочка. Уваривается он, как помните, было одинаковое количество, варится в половину. Полностью меняется его цвет, полностью меняется его консистенция и пластинки. Вот они проваренные, не держат свою форму. Свеженький, остается плотным и упругим. Этот проварили, этот будем жарить. Этот я начну жарить прямо сейчас, без никаких добавок, просто с солью. Сковородочка немножечко мореялась. И выбрасываю сюда гиграфор. Будем жарить. Посолю в самый конце. Будем жарить 2 минуты. 10-15. Посмотрю, немножко немножко немножко. При жарке или затваривании, инграфор, конечно, выделяет неимоверное количество жидкости. Ингром тушится, варится, но я бы даже не сказала, что это похоже на жарку. Это вот какое-то тушение как-то в высоту. Пошли жарить на 40 минут. Жидко испарилось. Федература немного усредняя. Что-то время добавить в соль. Ничего больше я добавлю не упомярую. Пожарю еще несколько минут. Хорошо помешиваю. Это вареный и уже жареный без отваривания. Как видно, невооруженным взглядом, эти грибы уже отличаются друг от друга. Тот, который не варился, он оранжевый, красивый. Тот, который варился, он какой-то бледный. Ну что, еще пожарим этот бледный. Может быть, что-то изменится. Высыпаем вареный. Жарится. Жарить я буду намного меньше. Минут 5-7. В зависимости от того, какой он будет, какие-то консистенции, чтобы он был больше жареный. Я немножко попарил тепло. Посолю и будем уже славливать. Все готово. Визуально отличаются. Тот, который сразу жарили, он намного желтее. Он как бы сохранил свой цвет. Тот, который мы варили, свой цвет не сохранил. Ну что, попробуем. Очень интересно, как же на вкус они похожи или нет. Ну тот, который был отварен, пожарен у знакомый. Очень вкусный, сладковатый. Теперь посмотрим, что же получилось с того гиграфора, который в водичке не бывал, но жарился, конечно, намного дольше. Итак, что хочу сказать. Первое. Консистенция жареного гриба после отваривания, как ни странно, оказалась намного лучше. Потому что он был промыт. У него цвет более мягкий. Тот, который жарился сразу. У него какой-то цвет малюхотпугивающий. Он какой-то даже жирноватый на вид получился. Потому что тот весь белок, который в нем был, он остался, он не вымылся. Он такой сам по себе вязкий. Но на вкус, именно на вкус, они не отличаются абсолютно. То есть, сохранить какой-то необычный вкус, не отваривая, невозможно. Поэтому, если вы на свой страх и риск не идете на то, чтобы пожарить просто гриб, не отваривая его, можете спокойно варить. Ничего от этого не меняется. Так, для общего сравнения я оставила часть грибов сырых. Эти жареные после отваривания, эти жареные без отваривания. Вот разница в цвете. Как видите, тот, который жарился сразу, он, конечно, ближе к оригиналу. Тот, который отваривали, ну, естественно, цвет он свой поменял. Но при этом грибок в любом случае остается вкусным, очень вкусным и интересным.